Срочные новости с официального сайта Коммерсант. Оппозицию позвали к Казанскому Кремлю. В Российской Федерации впервые за долгое время согласовали акцию против задержаний и репрессий. В Казани оппозиция получила согласие властей на проведение 14 февраля митинга против задержаний и репрессий на площади Тысячелетия напротив Казанского Кремля. Попасть на территорию Кремля протестующие пытались в ходе акции в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января, но закончилось это разгоном и задержаниями. Митинг согласован на 200 человек из-за коронавирусных ограничений. Эксперты называют решение казанских властей уникальным. Они отмечают, что за время действия противоэпидемиологических мер в России с марта 2020 года успешных попыток согласования митингов, похоже, еще не было. Исполком Казани дал согласие на митинг оппозиции против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму численностью 200 человек. Акция в столице Татарстана пройдет 14 февраля 2021 года, сообщил глава регионального отделения «Яблоко» Руслан Зинатулин. Он подавал уведомления вместе с бывшим главой отделения «Парнас» Марселем Шамсуддиновым и местным координатором Левого фронта Владимиром Колотцевым. Организаторы предлагали чиновникам согласовать несколько площадок. В их числе был сквер на площади свободы у здания правительства Татарстана, площадки у театра «Камала» и памятника Мулануру Вахидову. Мэрия согласовала вариант на площади «Тысячелетие» прямо напротив Казанского Кремля. При этом власти предупредили организаторов, что на мероприятие необходимо выполнять все санитарно-эпидемиологические требования, а участники должны соблюдать дистанцию в полтора метра. Поводом для митинга, говорят организаторы, стали жесткие действия силовиков при разгоне несогласованных акций в поддержку Алексея Навального, которые в Казани, как и в других городах России, состоялись 23 и 31 января. В обоих случаях протестующие пытались пройти на территорию Казанского Кремля, но полиция их не пустила. При этом было задержано более 600 человек. Особое возмущение граждан вызывал момент задержания нескольких десятков человек у здания Академии наук Татарстана. Полицейские, свидетельствует видео в сети, заставили горожан, среди них был, например, доставщик еды, сидеть на снегу на корточках, а потом раздалась команда лицом вниз. В основном участники акции получили штрафы, проведя одну-две ночи в отделении полиции. Несколько человек арестовали, в их числе сотрудники местного штаба Алексея Навального, а также девушка, которая разместила ролик о протестах в ТикТок. В оппозиции есть опыт проведения публичных мероприятий на площади Тысячелетия. В конце 2018 года здесь была акция «Против беспредела властей», а в 2011 году горожане собирались на этой площади протестовать против итогов выборов в Государственную Думу. 200 человек – максимальная численность для публичных мероприятий на открытом воздухе во время пандемии COVID-19, как нам объяснили в исполкоме, рассказал господин Зинатулин. Он полагает, что если на митинг соберется большее число граждан, они, как обычно, будут стоять за оградой. Представитель Яблока надеется, что санкций для участников в этом случае не должно быть. Это прямо отцепель какая-то, комментирует решение властей казанский политолог Сергей Сергеев. Обязательно напишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео и подписывайтесь на канал. Мы будем следить за новостями. Напомню, статья с официального сайта «Коммерцант». Всего доброго и до новых встреч.